в общественных местах. Эпид-обстановка в регионе ухудшается. Количество заболевших коронавирусом и контактировавших с ними растёт с каждым днём. В связи с достаточно большим количеством изолированных жителей Ненецкого автономного округа, отправленных распотребнадзором на карантин, волонтёры возобновили работу по доставке продуктов и медикаментов тем, кто сегодня нуждается в этом. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Третья волна пандемии коронавируса развивается в округе стремительно. На сегодняшний день 495 человек находятся на учёте в региональном управлении Роспотребнадзора, как близко контактировавшие с заболевшими. Среди них и одинокие лица старшего возраста. Волонтёры ресурсного центра добровольцев помогут нуждающимся в решении бытовых вопросов. Мы решили возобновить нашу работу. Схема на самом деле достаточно простая для людей самоизолированных. Они звонят нам по номеру телефона 601-88 в ресурсный центр, оставляют свою заявку на помощь в покупке продуктов, выгуле собак, выноси мусора, покупке лекарств. Мы находим волонтёра, который может это отработать по адресу. И, соответственно, состыковываем уже волонтёра и человека, который нам подал заявку. И они созваниваются и отрабатывают волонтёры эту заявку. Пройдя соответствующее краткосрочное обучение и получив средства индивидуальной защиты, волонтёры отправляются на выполнение заявки. Нам поступает заявка по номеру телефона в WhatsApp, и дальше ищется волонтёр свободный. Рассказывается то, что нужно сделать, отвезти продукты, лекарства и так далее, проводится инструктаж, выдаются средства индивидуальной защиты. Мы едем по адресу и выполняем действия. Если вы находитесь на самоизоляции и вам нужна помощь, вы можете обратиться в ресурсный центр добровольчества по короткому номеру 60188.